Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Новые места для карапузов. Новый детский сад «Матрешка» готовится к открытию. Планируется три группы. Планируется для детей возраста трех лет. Пластик не утиль. В исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском бытовым отходам дают новую жизнь. Основная задача исправительной системы это в том, чтобы осужденных наших трудоустроить. Снова дым из-под колес. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. Всегда хочется как можно больше количества участников, чтобы было есть с кем побороться, чтобы было больше заездов. То есть и для зрителей лучше, и для соперников. Также в выпуске проблемный объект. Конкурс на благоустройство Пушкинского сквера срывался два раза. И еще раз скажем, полосатый праздник. Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Во Владивостоке готовится к открытию новый детский сад «Матрешка». Детсад будет работать в здании бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьево-Амурского, 4. Сейчас завершается масштабный ремонт. В нем будут работать ясельные группы, в которые войдут 60 детей. Подробности в нашем следующем материале. Здание бывшего ведомственного детсада завода «Эра» на улице Муравьево-Амурского отремонтировали и готовят к открытию. Новый детский сад под названием «Матрешка» примет 60 малышей двухлетнего возраста. После того, как детский сад стал муниципальным, его масштабно отремонтировали. В данный момент остались работы по установке АПС, видеонаблюдению, ну и мелкие работы еще по установке оборудования. На площадках уже установлены теневые навесы. В ближайшее время здесь появятся горки и качели. Фасад здания также привели в порядок, покрасили и оштукатурили. Уже заменена водосточная система. Кроме того, рабочие построили эвакуационные выходы. То есть был проведен полностью ремонт всех групп, полностью ремонт пищеблока, прачечного и всего помещения, всех помещений. Планируются три группы для детей возраста двух-трех лет. Напомним, летом 2018 года руководство завода «Эра» приняло решение о закрытии своего детсада. В результате 80 детей остались без детского садика, а десяток педагогов без работы. В ситуацию вмешались городские власти, которые предложили родителям места в муниципальных детсадах. Педагогам же предложили работу в системе городского образования. А здание детского сада после обследования было решено восстановить и открыть в нем ясельные группы. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Школу в селе Береговое на полуострове Песчаный масштабно отремонтировали по поручению главы Владивостока. В школе установили пластиковые окна, закупили мебель и компьютеры и установили новую систему пожарной безопасности. Огромная работа была проведена по организации питания. Напомним, что в этом году в школах и детских садах Владивостока прошли ремонты. Подробности далее. 35 учеников теперь могут полноценно заниматься спортом в новом спортзале, обедать в комфортной столовой, опознавать информатику с помощью современных компьютеров. Масштабный ремонт и закупку оборудования в школе номер 49 в селе Береговое провели в этом году по заданию главы Владивостока. Закуплена мебель, закуплены учебники, закуплены компьютеры новые. И хочется отметить, что более 11 миллионов рублей вложено в эту школу в настоящее время. К началу учебного года в школе в селе Береговое установили пластиковые окна, новую систему пожарной безопасности, закупили мебель и компьютеры. Огромная работа была проведена по организации питания, сделали буфеты столовую, заново оборудовали санузлы. В связи с тем, что в школе негде было заниматься спортом, решено оборудовать в одном из кабинетов небольшой спортивный зал. Такого ремонта здесь не было много лет. Мне кажется, столовая это намного лучше, чем бегать домой. И спортзал в плохую погоду, чтобы не просто сидеть в классе. Школа за лето очень сильно изменилась. И стало более красиво, и может быть даже уютно и удобно. Новые парты, стулья, компьютеры по информатике, новая аппаратура – это очень удобно. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – процесс непрерывный. В этом году традиционно в школах и детских садах Владивостока прошли ремонты. Было закуплено необходимое оборудование, мебель и инвентарь. А в некоторых учреждениях ремонт еще продолжается. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Благоустройство сквера имени Пушкина, расположенного прямо под Золотым мостом во Владивостоке, до сих пор не могут довести до конца. Администрация Владивостока дважды объявляла электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который завершит благоустройство территории. Но поиски не увенчались успехом. Напомним, Пушкинский сквер сравняли с землей при строительстве мостового перехода и возродили в конце 2018 года. Но после первого этапа строительства появились только большие планы, которые так и остались на бумаге. Власти обещали привести сквер в надлежащий вид к лету текущего 2019 года, но так и не сумели найти подрядчика. Власти сами признают, что сквер имени Пушкина – проблемный объект. 12 сентября закрылся третий аукцион. Его сумма – 21 миллион. Но отошел ли госзаказ кому-либо, власти не сообщают. А на данный момент состояние сквера оставляет желать лучшего. Деревянный настил плотно усыпан листьями, повсюду мусор, а на ступеньках амфитеатра периодически спят подозрительного вида личности. Мы будем следить за ситуацией. Банк России готов поиграть с жителями Владивостока. В субботу 28 сентября в Дальневосточном главном управлении Банка России можно проверить свои знания о финансах в игре «Монетный двор». Познакомиться с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также пройдет необычный финансовый квест по центру Владивостока. Также посетители Дальневосточного офиса Центробанка познакомятся с процедурами сдачи биометрических данных и удаленной идентификации. Но вот что применчательно. Двери банка будут открыты и для детей, которых также будет ждать интересная программа. В детской зоне будут организованы математические ребусы, головоломки и монетный твистер. Самые маленькие гости узнают, почему появились деньги и зачем нужен банк. Каждый час с 11 до 17 часов юных зрителей будет ждать кукольный спектакль финансовой истории. По предварительной записи все желающие также смогут познакомиться с историей российских ассигнаций в Музее Главного управления и узнать, как банкноты вошли в денежные обороты России, а также увидеть настоящие шедевры полиграфического исполнения купюр. Информация, как попасть на финансовый квест и экскурсии, доступна на сайте Банка России. Информационное агентство Росбалта публиковало аналитическую статью под заголовком «Из пушки по воробьям». В ней ответ на вопрос, почему история с экс-главой Владивостока Игорем Пушкаревым иллюстрирует проблемы с государственно-частным партнерством в России. 10 сентября, открывая первое пленарное заседание в Госдуме, Вячеслав Володин заявил о необходимости снизить количество дотационных субъектов. Сейчас на 13 регионов-доноров приходится 72 территории на федеральном обеспечении. Изменить ситуацию спикер Госдумы предлагает в рамках государственно-частного партнерства. Только вот бизнес сегодня не участвует в развитии экономики региона, так как боится. Об этом говорили и в ходе дискуссии на ВЭФ. Запомнились решительные слова руководителя «Доброфлота» Александра Ефремова. Он откровенно признал, что его группа столкнулась с проблемами возведения своих объектов. Ведь из-за блокирования счетов «Спаскцемента» компания осталась без «Цемента». Не исключено, что аналогичные неприятности грозят судостроительному заводу «Звезда», ситуация с которым в связи со сложностями всего того же «Спаскцемента» ранее привлекла внимание губернатора Олега Кожемяка. Трубопроводу «Силы Сибири», терминалу «Восточный порт» и другим гигантам. Из-за перебоев с поставками стройматериалов может быть сорвано строительство школ, детских садов. Издание «Росбалк» пишет. В июне 2016 года Пушкарев был арестован. Считается, что экс-мэр пал жертвой показательной охоты на коррупционеров. Правоохранители решили разглядеть чиновичье преступление. Получение взятки. Там, где Пушкарев переводил деньги группы компаний, оставшиеся под его негласным контролем. То есть по материалам дела Пушкарев использовал собственные средства и не получал от этого никакой выгоды. Причем, будучи фактическим руководителем «Востокцемента», он еще и простил бюджету Владивостока почти миллиардный долг на закупку стройматериалов. Как отмечают адвокаты бывшего мэра, по сути, речь идет о незаконном предпринимательстве, но никак не о коррупционном деянии. Возникает логичный вопрос, способно ли установиться эффективное государственно-частное партнерство там, где предпринимателю подчас приходится лавировать между Сциллой правоохранителей и Харибдой Фемиды. Государственно-частное партнерство возникает только при условии либерализации ведения бизнеса, снижение давления на предпринимателей, установление широкого общественного контроля за эксцессами, подобными Пушкаревскому. Кстати, продолжает издание «Росбалт», во Владивостоке до сих пор не понимают, за что все-таки экс-мэра приговорили к 15 годам строгача. В Приморье идут учения артиллерийского соединения Восточного военного округа. В них задействованы около пяти сотен военнослужащих. Артиллеристы уже совершили марш на штатной технике на полигон Сергеевский, где в конце текущей недели состоится этап боевой стрельбы. На учениях будут применять новые формы обучения личного состава, основанные на опыте современных военных действий. Неприятель будет использовать технические средства радиоэлектронной борьбы. А в ходе боевых стрельб артиллеристы обстреляют врага из самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С», самоходных минометов «Тюльпан» и самоходных пушек «Гиацинт». Помимо этого, для корректировки огня разведки и координации подразделений военные будут использовать беспилотники «Орлан». Всего на полигоне задействовано около 60 единиц техники. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Пластик «Неутиль» в исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском бытовым отходам дают новую жизнь. Снегу быть. Главный синоптик «Приморья» Борис Кубай подтвердил, что в среду в Приморском крае может выпасть снег. Снова дым из-под колес. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Пластик не утиль. В исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском бытовым отходам дают новую жизнь. Снегу быть. Главный синоптик «Приморья» Борис Кубай подтвердил, что в среду в Приморском крае может выпасть снег. Снова дым из-под колес. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. Новое экологичное производство полиэтиленовой пленки открыто в исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском. Здесь дают новую жизнь бывшему в употреблении пластику. Ежемесячно в колонии перерабатывают до 150 тонн мусора со всего региона. Кроме того, новое производство – это рабочие места для осужденных, а значит, шанс начать новую жизнь после выхода. Подробнее расскажет Светлана Садовая. Производство по переработке пластикового мусора в полимерную гранулу высшего сорта в исправительной колонии номер 20 налажено основательно. Сырьё, которое изготавляют заключённые, такого высокого качества, что востребовано даже в Южной Корее. После нескольких лет успешной работы в колонии приняли решение о развитии производства до полного цикла. Теперь из полимерной гранулы здесь изготавливают полиэтиленовую плёнку широкого спектра применения. Ухсин по Приморскому краю, в частности ИК-20, мы рассматриваем как территорию опережающего развития. С момента начала деятельности до момента выпуска продукции у нас ушло три месяца. Для России это очень хороший результат. Работа в новом цехе ведётся на самом современном оборудовании. Сегодня бывший в употреблении пластик подвергается полной переработке. В месяц в исправительной колонии вторую жизнь получает до 150 тонн мусора из Приморского и Хабаровского краёв. Работа ведётся по принципу один к десяти. Для получения одного такого мешка с сырьём, для производства гранулы, необходимо 10 мешков с мусором. По приезду в колонию было предложено администрации колонии несколько вакансий. Я рассмотрел, мне стало интересно, так как ближе к производству, стало интересно, что за завод, какой цех, что за плёнка. Вот пришёл, попробовал, работаем. Только за месяц работы нового производства в тестовом режиме здесь произвели около 50 тонн полиэтиленовой плёнки. Здесь трудоустроено 65 осуждённых. Их обучают работе на новом оборудовании. В будущем они смогут трудоустроиться по новой профессии. Основная задача исправительной системы это в том, чтобы осужденных наших трудоустроить, чтобы в первую очередь производили выплату исков своих. Второй момент, также продолжался стаж осужденных, идут отчисления по данным направлениям. Ну и адаптация после окончания срока, чтобы могли, выйдя из этих стен, могли найти себе профессию. Из гранулы, которую изготавливают заключённые 20-й колонии, впоследствии производят всем хорошо известные мусорные пакеты и пакеты для супермаркетов. После утилизации они также могут получить вторую и даже третью жизнь, если вновь попадут на полимерное производство в исправительную колонию строгого режима в посёлке Заводском. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Меньше недели осталось до открытия первого фестиваля дизайна архитектуры и искусства. Уже в эту пятницу, 20 сентября, в полдень, фестиваль откроет свои двери для жителей и гостей города. Продлится он до 22 сентября. Фестиваль «Владивосток Дизайн Уик-2019» объединяет представителей дизайн-сообщества Дальнего Востока. Площадка мероприятия уникальна. Это артиллерийские мастерские времён Российской империи в самом центре Владивостока на набережной Цесаревича. В рамках фестиваля пройдёт интерьерная выставка. Два самых ярких художника города – Евгений Макеев и Алексей Филатов – представят новые работы. Можно будет увидеть инсталляцию от первой российской школы светодизайна – ЛИЦ. Свои работы привезёт Клуб промышленных дизайнеров России. Эти экспонаты демонстрировали на Миланской неделе дизайна в апреле этого года. Там же будет работать выставочная площадка предметов интерьера и декора от владивостокских мастерских и местных промышленных дизайнеров. Организаторы обещают бесплатную консультационную зону для жителей Владивостока, где научат грамотным и эргономичным планировочным решениям в домах и квартирах, творческие мастер-классы для посетителей и показы мод местных дизайнеров одежды. Цель фестиваля дизайна, архитектуры и искусства – развитие эстетического вкуса и пропаганда экологических ценностей. В рамках выставки «Приморский экологический оператор» и волонтёрское движение «Раздельный сбор» организуют сбор отходов фестиваля с последующей переработкой. Всех гостей и жителей столицы приглашают посетить «Владивосток Дизайн Вик». Мероприятие проходит при поддержке администрации Владивостока. Во Владивостоке начался приём заявок на участие в карнавальном шествии на День Тигра. Он продлится до 25 сентября. А 29 сентября столица Дальнего Востока наполнится яркими красками и праздничным шумом. К участию в шествии приглашаются школьники, студенты, представители общественных объединений, организации различных форм собственности и другие желающие жители и гости города. Коллективы, которые будут признаны самыми яркими и музыкальными, получат дипломы и денежные сертификаты от Центра «Амурский тигр». Маршрут будет прежним по Океанскому проспекту от Дворца детского творчества до Центральной площади, где будут работать локальные площадки. А вечером организована концертная программа. Хедлайнерами мероприятия станут музыкальные группы «Серьга» и «Ума Турман». В Приморье завершились съемки кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим», показывающей Россию глазами иностранца Джона Уоррена на одном из федеральных каналов. За время своего путешествия группа проекта познакомилась с регионом и оценила традиционную для края морскую кухню. По словам специалистов Туристско-информационного центра Приморья, за время своего пребывания в крае съемочная группа программы смогла осмотреть достопримечательности столицы Дальнего Востока, а также разобраться в наших кулинарных особенностях. Ну а жители Приморья смогли принять участие во флеш-мобе в Тельняшках и попасть в эфир телеканала НТВ. Отметим, увидеть новый выпуск «Поедем, поедим», снятый во Владивостоке, зрители смогут в октябре. Главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что информация из интернета о том, что в среду в Приморском крае ожидается снег, имеет под собой основание. В среду и четверг, 18 и 19 сентября над Хабаровским краем будет проходить достаточно холодный циклон с холодным атмосферным фронтом, который пронесется и над Приморьем в основном в среду. В Приморье пройдут небольшие умеренные дожди, понизится фон температур. Кое-где на перевалах не исключен мокрый снег, который может наблюдаться на севере Приморья еще и 19 сентября. Борис Кубай рассказал, что есть некоторые признаки того, что осень не будет аномально влажной, а мощный снегопад в октябре, который бы парализовал движение во Владивостоке, маловероятен. Однако синоптик отметил, что все методики долгосрочного прогнозирования базируются на подборе аналогов в исторических архивах. Но если взять 2019 год, начиная с аномально сухой зимы и заканчивая аномально мокрым летом, то ему аналогов в архивах просто нет. И сегодня ответить на вопрос, будет ли предстоящая зима аномально сухой, аномально снежной или обычной, практически невозможно. А вот насчет нового тайфуна Борис Кубай высказался определенно. На Приморье тропический шторм не выйдет. Ориентировочно 22-23 сентября он проследует в южную часть Японского моря и, прижимаясь к острову Хансю через Сангарский пролив, направится в Тихий океан. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. Ежегодные гонки под названием DSL принимала трасса картодрома Змеинка. Здесь собрались 11 пилотов, среди которых были как новички, так и участники знаменитой серии РДС «Восток». О том, как прошли решающие заезды, расскажет Максим Яковлев. Городские соревнования «Дрифт-стрит-лигал» стартовали еще в первый день лета. Всего в рамках ежегодного чемпионата по дрифту проводится пять этапов. Постоянным домом для гонок DSL становится картодром Змеинка. Вот и финал этого сезона прошел здесь же. Соревнования хоть и уступают в классе и популярности более статусным гонкам вроде РДС или Диуан, однако все равно привлекают сюда сотни зрителей, а главное – перспективных гонщиков. Задача здесь та же. Сначала удачно прокатиться на квалификации, а затем обыграть соперника в парных заездах. Участники борются на равных, будь то новичок, профессионал или даже девушка-пилот. Хотелось бы пожелать, чтобы на следующий год прибавлялось все больше пилотов, все больше партнеров, и чтобы мероприятие только набирало обороты и росло. Сезон дрифта на этом не заканчивается, потому что 28 сентября соревнования в Хабаровске, я в них собираюсь принимать участие. Одним из финалистов последнего этапа ДСЛ стал Константин Гаврилюков. На своем ярко-красном скайлайне гонщик успел засветиться и на последних соревнованиях РДС «Восток». Говорит, что формат гонок на Змеинке куда более гуманный и доступный для начинающих пилотов. Я увлекаюсь с 2007 года, смотрю на все это дело, хотел всегда. Появилась возможность, построил машину и вот приехал. Там посерьезнее бюджет, если в другую серию ехать в РДС, допустим. Тут все-таки подготовка машины, можно послабее ее в плане каркаса и так далее. И также мощность. Тут Змеинка, она очень ограничена. Даже мощные машины могут одинаково почти ехать с маломощной. Однако как раз машина в итоге и подвела Константина. В решающей гонке ему противостоял Виталий Крылов на своем белом чайзере. В первой попытке оба пилота проехали практически одинаково, поэтому судьям пришлось назначать перезаезд. И уже в нем машина Гаврилюкова буквально сдалась. Отказал редуктор. Крылову было достаточно проехать победный круг почета. Однако и у чемпиона было не все так гладко. Максимально близко старался ехать, цепил поребрик, погнул сильно диск. То есть литой. Уже на тренировках сломал один диск, то есть это был уже крайний стоял. И на нем, получается, из-за большой восьмерки просто слетела резина уже в крайней дуге. Доехали, так получилось, то что свезло, не знаю. Несмотря на все технические проблемы, свои награды тройка лидеров получила. Под овации зрителей гонщики также пожелали чемпионату развития и увеличения конкуренции. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Новые места для карапузов. Новый детский сад «Матрешка» готовится к открытию. Проблемный объект. Конкурс на благоустройство Пушкинского сквера срывался два раза. Пластик не уйти. В исправительной колонии строгого режима в поселке Заводском бытовым отходам дают новую жизнь. В полосатый праздник во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра. Снегу быть. Главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что в среду в Приморском крае может выпасть снег. Снова дым из-под колес. Финал городских соревнований по дрифту прошел во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.